Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97. Здравствуйте, ребята! Здравствуйте! Здравствуйте! Меня зовут Света, и сегодня я снова, вот уже в четвертый раз, в компании Ани и Вани. Сегодня у нас финал, ребята, это значит, что буквально через несколько минут мы узнаем, кто станет победителем на этот раз в стране безопасности. Вы готовы сегодня сражаться за победу? Да! Вы очень сильные соперники, вы практически равные бойцы, счет у вас практически одинаковый, так что даже трудно пока сделать какие-то предположения, кто же все-таки победит. Ну что ж, ребята, я вам желаю успехов. Все предыдущие дни мы с вами, ребята, говорили о правилах безопасного поведения в различных экстремальных, экстренных ситуациях. Сегодня мы продолжим эту тему. Вы услышите новый рассказ от нашего эксперта по безопасности Марии Александровны. Я надеюсь, ребята, что все правила, о которых мы с вами говорили, в жизни вам не пригодятся, но знать вы их должны, хотя бы для того, чтобы оказать помощь другим людям, если вдруг она понадобится. Ну что, ребята, время первого нашего конкурса. Снова будут загадки, но на этот раз вам нужно будет слова-отгадки вписать в край с ворд. Он уже нарисован у вас на стендах. Под единичкой первую отгадку пишем, под двоечкой вторую и так далее. Заодно проверим, ребята, насколько грамотно вас научили писать в школе. Правильный и быстрый ответ будет стоить 4 фишки, а просто правильный ответ 3 фишки. Загадки очень простые, ребята, про явление природы, но написать их нужно быстро и правильно. Подходите к своим стендам. Берите маркеры в руки. Первая загадка. Разноцветные ворота на лугу построил кто-то. Постарался мастер тот. Взял он красок для ворот ни одну, ни две, ни три. Целых семь. Ты посмотри, как ворота эти звать? Можешь их нарисовать? Явление природы, ребята. Не подсматриваем друг у друга, это нечестно. Во-первых. А во-вторых, соперник может тоже допустить ошибку. Какая отгадка у нас? Радуга. Радуга, совершенно верно. Ваня тоже написал радуга. Хорошо, ребят. Анюта, ты была первой, поэтому 4 фишки в твою коробочку отправляются. В твою копилочку, Ваня, тебе 3 кладу. И уже читаю следующую загадку. На дворе переполох, с неба сыплется горох. Съела 6 горошин Нина, у нее теперь ангина. Молодцы, ребята. Какая отгадка на вторую загадку? Град. Град. Действительно, горошины с неба, которые падали. Это град. Ребята, одновременно, быстро, поэтому каждому по 4 фишки. Молодцы. Так, держать. Ну что, и еще одна у меня есть для вас загадка. Слушайте внимательно. То ли дым, то ли облака, то ли волшебная река. Из чудесной мягкой ваты кто укрыл все белой лапой? То не сказка, не обман, землю скрыл густой. Не смотрим друг у друга. Честно отгадываем. Как туман? Правильно, конечно, туман. Молодец, отгадал. Ань, тебе 4 фишки за правильный быстрый ответ. Молодец. И 3 фишки. Ваня. Ребята, присаживаемся. Присаживаемся. Ребята, все загадки вы отгадали. Все правильно. Большие молодцы. А еще огромный плюс вам. Знаете за что? За то, что все слова вы написали абсолютно грамотно. Поэтому учителя в школе могут с вами гордиться. Молодцы. Итоги этого конкурса мы подойдем чуть-чуть позже. А пока время заключительной встречи с нашей уже хорошей знакомой Марией Александровной. Внимание. Ребята, привет. Здравствуйте. Здравствуйте. Я очень рада нашей новой встрече. Сегодня мы поговорим об атмосферном явлении, которое встречается в любое время года. О тумане. Ребята, а как вы считаете, какую опасность несет в себе туман? Так, ну Вань, все время Аня у нас начинала. Давай, ответь ты. Когда на улице туман, тогда водителям тяжело увидеть прохожих, которые переходят дорогу. Он опасен, что людям становится очень плохо видно и на улице белым-белым. Правильно, ребята, правильно. Послушаем дальше. Ребята, туман наиболее часто образуется в низинах, над болотами, озерами, руслами небольших рек и оврагов. Его можно сравнить с облаками, возникшими непосредственно у земли. Кроме снижения видимости, он способен сильно искажать объекты, изменяя расстояние и даже цвет. В сильном тумане желтый цвет кажется красноватым, а зеленый желтеет. Именно поэтому во время тумана будьте предельно внимательны при переходе дороги. Находясь на природе во время сгущения тумана, держитесь ближе к родителям, чтобы не заблудиться. А на сегодня это все. Будьте всегда внимательны на своем жизненном пути. Я желаю вам успехов и, конечно, победы. Ребята, это еще не все испытания на сегодня. Впереди финальный конкурс. И тому из вас, кто внимательно слушал на протяжении четырех дней Марии Александровны, будет очень легко справиться с заданием. Сейчас, ребята, я к вашим стендам прикреплю по две картинки. Суть задания заключается в том, что вам нужно объяснить, что на этих картинках дети делают неправильно. Каждый правильный и полный ответ, ребята, стоит три фишки. А если вдруг сопернику придется вас дополнять, ответ будет неполным, то часть фишек перейдет в его копилку. Ну что, все понятно? Да. Хорошо, тогда кто начнет первым, давайте выясним. Мужчина связывал первым. Давай, Аня, дадим ему такую возможность. Отправляйся, Ваня, к стенду. Итак, Вань, начинай. Он катается возле проезжей части, и его может не увидеть водитель. Что должен был сделать мальчик в этой ситуации? Что он не так сделал? Он был должен обследовать территорию этого холма и убедиться, что рядом нет никаких дорог. Есть что дополнить, Аня? Что? Дети не должны кататься на проезжей части. Для них сделаны специальные дорожки, где они могут кататься на санках. Есть горы, которые не идут в проезжую часть, они идут возле леса. Так, хорошо. Ваня дал полный ответ, поэтому я ему три фишки кладу в коробочку и одну фишку тебе, Аня, за дополнение. Так, ну и давай сразу вторую картинку. Таня, пока посиди уже, пускай Ваня закончит на второй картинке. Что здесь мальчик не так делает? Что вообще изначально? Вот он пошел, он видит, что плывут льдины, а он запрыгнул. И он запрыгнул на нее. Ему не надо было это делать. А еще он пошел к речке без взрослых. Правильно, Вань. Вот то место, куда он попал, это не место для игр. Поэтому ему делать тут вообще было нечего. Нечего. Молодец. Присаживайся, Вань. Еще три фишечки отправляются в твою копилку. Молодец. Ну что, теперь твой выход, Аня. Здесь дети не так делают, что вот они играли в хоккей и на льду. И один мальчик провалился. Надо делать так, чтобы дети катались где? На замерзшем футбольном поле, если оно во льду. Нельзя кататься на... Нельзя играть в хоккей на речках, если речки еще не замерзли до конца. Так, все верно ты говоришь. Единственное, хочу еще добавить. Нужно не паниковать. Во-первых. Во-вторых, не играть вообще на льду. И в-третьих, звать, как ты правильно сказала, на помощь. Либо взрослых, либо если есть телефон. Звонить в службу спасения. По каким же номерам телефона? По телефону 101 и 112. Умничка. Ну а теперь вторая картинка у тебя еще. Вторая картинка. Ребенку нельзя ездить на проезжей части. Этот мальчик катается, а этот может его сбить. Правильно. То есть тот, который начал спуск, должен был это делать? Нет. Почему? Потому что он должен это делать только когда, когда вот здесь никого не будет. Правильно. Дождаться, пока проедет предыдущий, который спускался человек. Молодец. Умничка. Присаживайся. И получай свои три фишки. Можно дополнить по первой картинке? Пожалуйста. То, что на лед нельзя выходить, если он тоньше 8 сантиметров. Ох, какие точные данные. Ну, молодец. Держи. Еще одна тебе. Ребята, очень хорошо вы справились с этим заданием. Я довольна вашими ответами. А теперь очень хочу, надеюсь, что, вернее, знаю, что вы тоже ждете с нетерпением этого момента, узнать, кто сегодня заработал больше фишек. А может быть, у вас равный счет? Считайте быстренько, сколько фишек заработали в финальный конкурсный день. Шестнадцать. Хорошо. Семнадцать. Так, сейчас я подсчитаю. Итак, ребята, я уже знаю, в каком исход нашей игры. Но хочу еще немножко вас поинтриговать, ребят. Сказать, прежде чем объявлю победителей, вручу подарки, хочу сказать, ребята, что вы вдвоем большие молодцы. Знаете почему? Потому что самое главное, ребята, что вы за четыре дня упорной борьбы показали свои самые лучшие качества. Вы доказали нам, что вы очень грамотные дети, что вы очень целеустремленные, что вы готовы идти к своей цели очень упорные и целенаправленные. Так что вы вдвоем победители. А в конце концов, ребята, самое главное даже не победа в стране безопасности, а то, что о безопасности вы после наших передач будете знать намного больше. И это самое главное. Ваша безопасность и тех, кто вас окружает. Но, тем не менее, нам нужно узнать, каков же итог нашей битвы. Итак, ребята, по итогам четырех конкурсных дней у нас с вами ничья. И Аня, и Ваня заработали по 72 фишки. С таким большим счетом победила дружба. Я вас поздравляю и вручаю вам подарки. Анюта, это тебе. Спасибо. Поздравляю. А это, Вань, тебе. Ребят, я желаю вам успехов и жду встречи с новыми участниками. А место встречи остается прежним. Это ваша страна безопасности. До встречи, ребята. Пока-пока. Пока-пока. Люстры, бра, настольные лампы, торшеры, уличные фонари, встроенная арматура. Советская, 97.